Дом, в котором произошел пожар, был практически непригоден для жизни. Не было в нем ни света, ни воды. Однако на протяжении долгого времени здесь жил 48-летний мужчина. Здесь же, вечером 1 апреля, он и погиб. Уступило сообщение о горении дома села Нижняя Фанасова, улица Центральная. К месту вызова были направлены два пожарных отсчета и один оперативный автомобиль. В ходе разведки было установлено, что в недостроенном доме, в одном из помещений, сгорел диван, на котором было обнаружено тело мужчины, беспредельных в жизни. К моменту прибытия пожарных огонь уже был потушен очевидцами, но спасти мужчину не удалось. По словам соседей, житель этого дома был не очень общительным, но трудолюбимым и отзывчивым, несмотря на свое пристрастие к алкоголю. Хороший был всегда, рад был помочь нам. Я, например, живу одна, он мне целую зиму снег выгребал, все сам убирал. Ну, бывало, сейчас кто не пьет. Пьют уж. Сейчас вся молодежь пьет. Выпивал уж он, выпивал, но нигде ни с кем не дрался. Никогда. Ну, как сказать, вот. В общем-то, неплохой был человек. Хотя выпивал, он был очень тихий. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Как предположили спасатели, мужчина выпил, закурил и уснул. Жил он один, поэтому спасти его было некому. На данный момент по факту возгорания проводятся следствия, а также отрабатываются другие версии. Хотелось обратиться к жителям города Незвекарского, Незвекарского района, чтобы соблюдали элементарные требования пожарной безопасности. Проверяли электропроводку. Сейчас начнется жаркая погода, чтобы свои территории, ну, участки очищали от сухой травы, от мусора, чтобы не было перекидывания, ну, отгорения травы на строение не перекидывались. Андрей Трофимов, Айнур Гелязов, Эфир 24. Живем.